Великолепная, да и пожалуй лучшая авиационная аркада на iOS платформе Storm Riders позволит вам окунуться в мир легендарных винтокрылых машин, сотен воздушных побоищек и потрясающих пейзажей. Прошло достаточно много времени после выхода первой аркадной части сингла. Кому-то игра понравилась, кому-то нет, и это уже наверное не важно, потому что игра завоевала свою публику и сказалась как одна из лучших, даже чуть ли не единственных авиаркад на iOS платформе. Что ж, я могу сказать, что Storm Riders это не просто очередное какое-то дополнение, типа DLS, как зачастую бывает, это практически новая игра в традициях лучшего, что было в Сингеле. Во-первых, мы здесь застаем совершенно другой век авиации, теперь разработчики посадят нас за штурвал поршневого истребителя ранних послевоенных времен. Забудьте о сверхзвуке, трозвуковом хлопке, своеобразной фишкой проекта и скучных воздушных боях. Почему скучных, спросите вы? Так вот все потому, что современный воздушный бой сводится к победе летчика, имеющая более совершенный локатор и мощное вооружение, то бишь каких-либо самонаводящихся ракет и прочего. Все, что нам нужно, это навестись на противника, захватить цель и нажать кнопку пуска ракеты, а дальше дорогостоящая техника сделает все за нас. А вот на заре авиации, когда не было таких примочек и всяких фишек, когда небо было голубое, а трава еще зеленее, так сказать, воздушный бой представлял у себя совершенно другое зрелище. Мощный самолет это, конечно, хорошо, но вот мастерство играет теперь исключительную роль. Стрелять теперь нужно на упреждение. Ракеты у нас неуправляемые, то есть они летят просто прямо. Постоянно надо играть с ручкой управления тягой двигателя. Бой на самолетах таких типов это игра в кошки-мышки и играть теперь на порядок интереснее. Вы застанете такие легенды конструкторских бюро, как МИК, Спитфайр, Фогвольф, Мессеры и многие другие. Это самолеты, которые были верхушкой технического прогресса в рубеже 40-50-х годов. Все машины полностью лицензированы и воспроизведены практически до каждой антенки. И этот момент меня определенно радует, так как неинтересно летать на несуществующих машинах, как в Air SuperMessie. Да, собственно. Геймплей вообще значительно возмужал. Появилось больше игровых режимов. Теперь кроме компании есть Survival, где нам предстоит сражаться против огромного числа налетов вражеской авиации. Также Dog5 Mission это сборник одиночных миссий, а также множество более мелких, но не менее интересных режимов. Таких как захват флага, свободный полет, остаться в живых, защита базы, классический дэдмач и командный. И это все не считая просто захватывающего, потрясающего мультиплеера, где мы сможем сообразиться с игроками со всего мира, а также с друзьями по локальной сети или через Game Center. Вы представляете какой-то простор для разговора? Да, это просто потрясно. Серьезности в игре, конечно, прибавилось значительно. Теперь есть взлет и посадка самолета. Также можно починить свой самолет, приземлившись в каком-либо аэропорту или на авиакрейсер, который сможет нас починить, собственно. При попадании пуль самолет разлетаются стекла. Ну, правда, очень импровизированно и не очень эффектно, конечно. Ну, все же. Появилась отличная модель повреждений. Когда будете сражаться, попробуйте поймать от кого-нибудь урон и посмотреть на свой самолет снаружи. Вы увидите потрясные повреждения, как у вас начинают шелушиться крылья. Ну, и в итоге, когда вас подобьют, у вас что-нибудь отлетит, сломается или вы загоритесь. Но не стоит забывать о том, что это все-таки не симулятор, это чистая аркада. До симулятора SkyGamblers еще очень и очень далеко, да и не нужно это им. Симуляторы создаются для узких кругов любителей и профессионалов. И очень часто они оказываются провальными проектами из-за невыгодности к выпуску такого рода проектов. И очень мало людей в них играет. Игра имеет потрясную русскую локализацию. И также адаптирована к iPhone 3GS и выше, и iPad iPhone 2 и тоже выше. Поддерживаемая iOS 5.0 и выше. Занимает место на порядка 500-600 МБ. Ну что же, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok